Я приветствую всех жителей Самары Самарской области. Здравствуйте, уважаемые друзья. В прямом эфире на телеканале Самара ГИС вы смотрите программу «Территория права». Мы работаем в прямом эфире и ждем ваших вопросов по телефону 202-11-22. Ну а тема нашего разговора сегодня актуальная. Молодые семьи, особое внимание. Говорим мы сегодня о материнском капитале. И отвечает на ваши вопросы консультант Нотариальной палаты Самарской области Полина Сергеевна Власова. Здравствуйте, Полина. Добрый вечер. Ну что же, еще раз повторю, что мы работаем в прямом эфире. 30 минут в вашем распоряжении 202-11-22. Дозванивайте, задавайте свои вопросы. Ну, конечно же, если они у вас будут по материнскому капиталу. Наследство, брачный договор. Компетенции нотариусов очень много вопросов, поэтому дозванивайте. Ну, и Полина Сергеевна, как я уже сказала, очень волнующая тема молодых семей, имеющих нескольких детей. Материнский капитал. Ну, расскажите об этой программе, пожалуйста. Ну, если коротко, материнский семейный капитал – это мера государственной поддержки российских семей, которые с 2007 года родили, либо усыновили второго ребенка, а также третьего и последующих детей, если право на получение данных средств они ранее не оформляли. Размер средства материнского и семейного капитала, он ежегодно подлежит индексации. И что важно, свидетельство, которое государственный сертификат на материнский семейный капитал, полученный в отделениях пенсионного фонда, менять в случае изменения индексации ежегодно размера средств не требуется. В настоящее время данный размер средств, он не изменялся с 2015 года и составляет 453 тысяча 26 рублей. К сведению, когда начала реализовываться данная программа в 2007 году, размер средств составлял 250 тысяч. То есть практически в два раза был увеличен. Что важно отметить, реализация программы, она была изначально запланирована до 31 декабря 2016 года, но федеральным законом от 30 декабря 2015 года данная программа продлили на два года и сейчас она действует до 31 декабря 2018 года. Ну а дальше будем также ждать продления, да, потому что программа, конечно, очень актуальна и востребована. У нас есть звонок, послушаем вас, уважаемые телезрители, говорите алло. Слушаем, вечер добрый. Говорите? Звоночек у нас сорвался, тем не менее, дозванивайтесь 202-11-22. Если нотариус отвечает, консультант отвечает на вопрос, ну подождите, пожалуйста, и обязательно мы пригласим вас к нам в прямой эфир. Полина Сергеевна, сколько раз можно получать материнский капитал и на сколько детей он выдается? На двоих, троих или четверых? Право получения материнского семейного капитала имеет только один раз. И как я уже сказала, он выдается на второго ребенка, родившегося, либо усыновленного с 2007 года. Соответственно, если уже семья имела двух детей до 2007 года, к сожалению, право на материнский семейный капитал у них не возникает. Понятно. Ну а если родилась двойня, как выдается материнский капитал, он удваивается? К сожалению, нет. Размер остается фиксированный. Но отрадно, что рождение второго ребенка дает право на получение данного средства по материнскому семейному капиталу. Вот, насколько я знаю, изначально этот вопрос очень был спорным. Пенсионные фонды часто топорились. Высказали, да, недовольство, мягко говоря. Да, но сейчас этот вопрос разрешенный. И второй ребенок, рожденный в семье двойняшкой, они также дают право на получение материнского семейного капитала. Спасибо. Принимаем звонок. Говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Алло, да. Слушаем вас. Здравствуйте. Вот скажите мне, пожалуйста, вот такое ситуацию. У меня сколько времени на то, чтобы принять решение? Вот второго ребенка, я родила, у меня 4 месяца ребенка. Мне сколько еще можно думать о том, вот, когда, куда применить эти деньги? Они там говорят, куда-то или я все время не имею право в том, как ребенок родила второго? Спасибо. Понятен вопрос? Да, вопрос понятен. Необходимо, во-первых, в первую очередь получить государственный сертификат на материнский семейный капитал, а далее уже, каким образом вы хотите распорядить средствами, вы можете и далее думать, потому что срок подачи заявления на распоряжение данными средствами, он не ограничен, законом не установлен. Соответственно, важно помнить, что средства, вот, заявления на распоряжение средствами по материнскому семейному капиталу, вы вправе подать только после истечения трех лет с момента рождения ребенка. Вот это очень важно, за исключением двух случаев, об этом мы поговорим позднее. Обязательно. 202.11.22, мы продолжаем принимать ваши вопросы. Тема сегодня материнский капитал. Если вы хотите узнать, может быть, лично про свою ситуацию, дозванивайтесь к нам и задавайте свои вопросы. Полина Сергеевна, а как быть, если двойня родилась раньше 1 января 2007 года? Да, ну, как я говорила, при наличии уже двоих детей в семье, право на, до 2007 года, право на материнский капитал не возникает. В этом случае придется улучшить демографическую ситуацию, родить еще одно. Хорошо, ну, а за последующих детей, вот, за третьего ребенка, ну, на моей личной памяти, потому что я мама тоже двоих детей, за третьего ребенка полагалась земля. Как сейчас с этим обстоит вопрос? Да, также сейчас закон о земле предполагает предоставление многодетным семьям земельных участков, как раз для улучшения, в целях улучшения жилищных условий. Ну, насколько я знаю, сейчас они не выделяются именно на территорию города Самары, а выделяются вот в близлежащих районах, в Волжский район, в Красноярске. Да, но если есть такие вопросы, уже непосредственно, вот, кстати, где уточнять, если возникают такие вопросы? Кому позвонить, проконсультироваться? В Нотариальную палату, или, может быть, в органы местного самоуправления? Да, вы можете позвонить в Нотариальную палату, мы окажем вам консультацию. Ну, данными вопросами занимается администрация, именно в администрациях Волжского района, Красноярского района. Нужно вставать на учет, там ведется реестр лиц, которые имеют право на получение данных земельных участков. Соответственно, по мере движения очереди в этом реестре уже данная земля должна предоставляться. Спасибо. Спасибо большое. Принимаем звонок. Еще я отрадна, что вы до нас дозваниваетесь. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я подскажу, что моя мама получила квартиру в первом браке. Во втором браке я выделировала ее на себя. Отчиму написала отказ на приватизацию. Сейчас мама хочет, хочет, чтобы наследник у квартиры была я. Право проживания там отчим, но без права наследствования. Отчим 65 лет. Можно ли это сделать без развода по другому сторонам, разговору сторон? Они сейчас в браке состоят, правильно я понимаю? Да. Так, ну, вопрос понятен. Так как на момент, если на момент смерти они будут стоять в браке, отчиму получается уже 65 лет, соответственно, он имеет право на обязательную долю в наследстве. Мама может реализовать право распоряжения имуществом после смерти путем составления завещания и указать данному завещанию именно право пожизненного пользования и проживания данной квартирой за, соответственно, своим супругом, вашему отчиму. Данное называется завещательным отказом, оно подлежит включению также в завещание. Но нужно учитывать, что на момент смерти мам, соответственно, он будет иметь право на обязательной доле наследства. Хорошо. Спасибо вам большое. Ну что же, уважаемые телезрители, вам в помощь телефонно-нотериальной палаты Самарской области, которая периодически появляется на ваших экранах. Сайт. Консультанты в рабочее время, разумеется, всегда ответят на ваш вопрос и проконсультируют. Ну а наша программа специально для того, чтобы вы сегодня получили в данный момент ответ на свой интересующий вопрос. Дозвание, ведь все время в программе еще есть. Полина Сергеевна, на чье имя выдается сертификат на материнский капитал? Как правило, подчеркну, именно как правило, он выдается на имя матери, но также, возможно, и иные варианты. Например, в случае лишения матери родительских прав или в случае смерти, возможно, выдача сертификата, также являющегося единственным родителем отца. Также в случае, если отец является единственным усыновителем, имеющим право, для реализации права у него должно быть российское гражданство, также он может оформить, соответственно, сертификат материнский капитал на свое имя, получить сертификат. Также сертификат может быть выдан на имя детей всех, которые имеют право, в том числе на ребенка, который до достижения 23 лет получает высшее образование, также имеет право на получение денежных выплат. Но это тот случай, когда дети остались без попечения родителей, либо находятся в специальной... Но вы сказали, да, но вы сказали, вот очень четкий момент, необходимо запомнить, что сертификат нужно оформить в течение трех лет после рождения ребенка. Нет, это не так. Сертификат нужно оформить в рамках действия программы, поэтому с этим не нужно тянуть. То есть можно переоформить его, что ли? Можно. Если, допустим, вот мама на себя оформила, разные ситуации случились, как потом ребенок может его переоформить на себя? Да, очень важный момент, что сертификат является именным, действует только при привлении документов, удостоверяющих личность. Соответственно, в случае смерти матери данный сертификат нужно будет переоформлять. Ну, то есть здесь проблем никаких нет, можно будет обратиться к нотариусу за этим. Сертификат оформляется в пенсионную фонд, в пенсионную фонд. Да, ну, нотариусу можно получить доверенность на оформление. Так что? Да, доверенность нотариально требуется для оформления документов для материнского капитала. Спасибо большое. Дозванивайтесь к нам, пожалуйста, в эфир. Ну, если вдруг линия занята, немножечко подождите. Наберитесь терпения, и мы обязательно примем ваш звонок. 202-11-22, телефон прямого эфира. Вы у нас на линии. Здравствуйте. Мы слушаем вас, уважаемый телезритель. Алла. Здравствуйте, Алла. Помогите, пожалуйста. Я никак не могу дозвониться. У меня такой вопрос. У меня вот умерла сестра, и у нее трое детей осталось. И сестра должна была получать материнский капитал. Но умерла вот и не получила его. Опеку я сейчас оформляю. И мы решаем вопрос с жильем. Пришли в пенсионный фонд, а нам говорят, что сертификат недействительный. Как он может быть недействительный, когда дети-то есть? Помогите, пожалуйста. Ну, это вот как раз тот вопрос. Спасибо большое. Я передушу просто, да. Видимо, да, потому что... Паник. Как раз тот вопрос о том, что сертификат является именным. Право на получение этих средств, оно есть. Соответственно, когда вы оформите уже опеку над детьми, вы обратитесь в пенсионный фонд, представите свидетельство об усыновлении, и, соответственно, уже сертификат тогда выдадут на имя опекунов-усыновителей. То есть здесь паниковать не нужно совершенно, нужно все делать поочередно, да. То есть непосредственный ответ на ваш вопрос, уважаемая телезрительница, которая к нам сейчас дозвонилась, оформить сначала опекунство. Да. Спасибо. Продолжаем наш разговор. Как можно получить денежные средства по материнскому капиталу? Наличными деньгами, либо как-то по-другому? Да, ну, здесь государство предусмотрело единственный способ – это безналичный расчет. Правила предоставления средств по материнскому капиталу только безналичной формы. Любые формы обналичивания данных денежных средств, они признаются противоправными, и именно правила предоставления этих средств, утвержденные правительством, они, все эти схемы, они учли. И, соответственно, участие лиц, которые получают эти денежные средства в схемах обналичивания, могут расцениваться как мошеннические, которые влекут с собой уголовную ответственность. Поэтому с этим нужно быть аккуратным. А на сегодня какая сумма составляет единовременная выплата, которую можно получить по материнскому капиталу? Сейчас предусмотрели такое право получения единовременной выплаты в размере 25 тысяч рублей. Она действует с июня 2016 года. Право на получение данной выплаты имеют лица, у которых, соответственно, остаток средств на мотеринском капитале не меньше этих 25 тысяч. Но также, если остаток средств меньше, можете получить сумму, которая осталась у вас на этом счете. Но данной выплаты не было. Насколько я знаю, с 2009 по 2011 год было по аналогии тоже право. Но там было меньше размера, в размере 12 тысяч. Да, 12 тысяч рублей. Полина Сергеевна, а теперь вот меня вопрос очень сильно заинтересовал. Что значит остаток средств на материнском капитале, на счете? Разве же ведь этот материнский капитал нельзя использовать целиком эту сумму? И, как правило, это же ведь и делается. Либо можно частями? Да. Правила направления средств, они предполагают направление средств по разным направлениям и также, соответственно, частями. Они сохранились? Это на учебу, пенсионное обеспечение мамы и на погашение ипотеки? На улучшение жилищных условий. Да, улучшение жилищных условий. Также появилось новое средство, но это для отдельных семей, то есть на приобретение средств реабилитации для деток-инвалидов. То есть можно потратить частями? Да, по любому из этих оснований. Также, возможно, по двум основаниям. Соответственно, учитывается остаток средств на данном счете, и он также принадлежит индексации, если вы эти средства не потратили, они также увеличиваются в размере ежегодной индексации. Да, индексации, сумма. Спасибо большое. Принимаем звонок от телезрителей. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, подскажите, пожалуйста. Приобрела мужем квартиру, вот у мужиков и ребенка стали собственниками. Я оказалась в приватизации в свое время. Сейчас вопрос, могу ли я иметь право на долю при разводе? Спасибо. Так как имущество, соответственно, полученное по приватизации, не является совместным нашим имуществом, то, что оно приобретается по безвозмездной сделке. Соответственно, если вы уже отказались от приватизации и не имеете долю в данной квартире, в праве собственности на квартиру, соответственно, при разводе у вас нет права на получение имущества. Доля в квартире. Спасибо большое. Полина Сергеевна, каков порядок оформления материнского семейного капитала и в какие сроки можно обращаться за получением сертификата? То есть ограничены они или нет? Да, ну, законом срок не определен. Право возникает при рождении второго и последующих детей. Соответственно, сразу после рождения, при получении необходимых документов от свидетельства о рождении, ну, либо об усыновлении вы, в праве обращаться в отделение пенсионного фонда за получением этих сертификатов. По месту жительства, также, возможно, по месту фактического пребывания. Здесь очень лояльная система у пенсионного фонда. При обращении за получением сертификата вы проявляете документы, отстворяющие личность и подтверждающие гражданство Российской Федерации. Это очень важно, потому что сертификат он выдается только при наличии у родителей гражданства и при наличии гражданства у детей. Здесь тоже важный аспект. И представляете свидетельство о рождении на всех детей, в том числе уже достигших совершеннолетия, на всех детей, которые есть в семье. Скажите, пожалуйста, а установлены какие-то сроки? Либо это бессрочная процедура? Закон он не установлен. Но важно помнить о том, что нужно попасть именно в этот реестр лиц, имеющих право на получение, которое также ведет пенсионный фонд. И он ведется в рамках реализации этой программы, поэтому тянуть с этим не нужно. Спасибо. А вот сертификат на материнский капитал имеет срок действия или все-таки нет? Срок действия он не имеет. Если вы уже получили, он у вас есть в унисленном реестре, имеете право на получение этих денежных средств. Единственное, вот как уже этот вопрос возникал, он может прекратиться в случае смерти лица, на который выдан данный сертификат, лишение его родительских прав, совершение умышленного преступления в отношении ребенка, также в случае зарасходования всех средств, также он, соответственно, силы не имеет. И так он выдается и действует. И действует. Но вот куда обращаться за получением сертификата? Это по-прежнему пенсионный фонд? Ничего же не изменилось? Да, пенсионный фонд, отделение пенсионного фонда по районной и так далее. То есть органом, отвечающим является именно пенсионный фонд. То есть непосредственно, где подавали заявление на его получение, туда же и приходить за... Ну, если место жительства изменилось в момент изменения обстоятельств, соответственно, по месту фактического проживания или регистрации по месту жительства. Получать его нужно лично, а никаким заказанным письмом, ни почтой это не направляется? Ну, возможно, получение через представителя, то есть под нотариальную удостоверенную доверенность. Также возможно удостоверить подлинность подписи на заявление у нотариуса и направить почтовым отправлением с заказанным письмом. Возможно, также через личный кабинет на сайтах госуслуги. То есть это вот также возможно в мире наших высоких технологий и продвинутого интернета. Все, необходимо это сделать. Ну что же, время у нас в программе еще есть. 202.11.22, телефону прямого эфира, программа «Территория права». Сегодня мы говорим о материнском капитале. Все вопросы, связанные с семейным капиталом, отвечает сегодня на ваши вопросы консультант Нотариальной палаты Самарской области Полина Сергеевна Власова. Дозванивайте к нам, пожалуйста, в эфир. Ну и, конечно, телефон и сайт Нотариальной палаты, как я всегда говорю, вам в помощь, уважаемые телезрители. Обратите на него особое внимание и, может быть, консультацию получите еще и на сайте. Полина Сергеевна, могут ли отказать в выдаче сертификата и куда обращаться жалобы? И вообще, имеет ли место быть такие случаи? Случай отказа, нечетко предусмотренное в законе о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. Соответственно, этот перечень закрытый и всего лишь три основания. Либо у вас отсутствует, в принципе, основание для получения сертификата, соответственно, отсутствует гражданство Российской Федерации, либо нет главного критерия – это появление второго ребенка в семье и последующих после 2007 года. Также второе основание – это представление недостоверных сведений либо документов, в том числе об очередности рождения детей, их возрасте, гражданстве и так далее. И третье – это, соответственно, если уже право на получение этих средств вами было реализовано. Перечень закрытый. Да, подать разные сведения, если предоставлять уже свидетельство о рождении, да, и, мне кажется, здесь перепутать просто невозможно. Возможно. Ну, имеется в виду, возможно, так это уже подделка данных документов. И, соответственно, также в отношении двойни. То есть у нас были случаи, когда обращались, спрашивали, кто родился сначала, кто потом. То есть это тоже важно для пенсионного фонда. Скажите, пожалуйста, когда рождается двойня, а в свидетельстве о рождении же ведь, мы, кстати, говорили с вами об этом, об изменении законодательства, там же ведь не пишется, время рождения первого и второго ребенка. Вот каким образом? Или это не влияет? Ну, со слов, опять-таки, со слов заявителя. Но сейчас, может быть, и будет писаться в свидетельстве о рождении, как раз время рождения же можно? И по медицинским документам. А, Павел Сергеев, мы говорили о гражданстве родителей. Так вот у меня такой вопрос. А если, допустим, у отца или там у матери гражданство Российской Федерации, а у отца иное гражданство, каким образом вы здесь вот урегулируете? Ну, документ, при подаче документов в пенсионный фонд представляется документ, удостоверяющая личность матери и, соответственно, документы на детей. Соответственно, пенсионным фондом не проявляется гражданство второго родителя. Важно гражданство матери. И в случае отсутствия матери, если установителем является отец, вот в этом случае, когда сертификат уже будет оформляться на отца, там проверяется гражданство. Спасибо. Такой вопрос. Расскажите, как потратить средства материнского семейного капитала? Ну, как вы уже озвучили, всем известно. Давайте подробнее. Направление средства, цели направления средства, они не изменились. Здесь самая главная, основная цель, на которую направляется материнский семейный капитал, это улучшение жилищных условий. Второе – это получение образования ребенком, либо несколькими детьми. Третье – это направление на накопительную часть пенсии матери. И четвертое, как я уже говорила, это приобретение средств для адаптации детей инвалидов, соответственно, в таких определенных семьях. Можно на разные цели направить средства, можно аккумулировать средства для достижения одной цели, но, как правило, это направляет и на улучшение жилищных условий. Я, конечно, понимаю, что за пенсионный фонд отвечать очень сложно, да и, в принципе, наверное, такой статистики нет. А вот любопытно, с момента, как только начали выдавать материнский капитал, куда в основном предпочитают тратить жители средства материнского капитала? Ну, как правило, это приобретение на погашение основного долга и процентов или на направление первоначального взноса на получение кредита, либо займа на улучшение жилищных условий. Как правило, это самый распространенный вариант направления этих денежных средств. Спасибо. Ну что же, подводя итоги все-таки нашей сегодняшней передачи, да, послушаем звонок от телезрителей, потом задам вопрос. А вы говорите, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у нас есть сертификат на материнский капитал. Мы хотим купить земельный участок по строительству. Можем ли мы использовать данный сертификат напрямую для оплаты этого участка? Спасибо большое. Соответственно, данные средства не могут направляться только на приобретение жилых помещений. Соответственно, если вы собираетесь построить дом, то данные средства на строительство дома могут быть направлены, на приобретение жилищных участков. Это не предусмотрено правилами направления средств. Вот, кстати, в продолжение вопроса от телезрителей. Полина Сергеевна, скажите, пожалуйста, может быть, существуют не то, что подводные камни, но может быть, заблуждение именно с материнским капиталом, которые могут возникнуть у жителей. Вот на что стоит обратить особое внимание, когда вот у тебя сертификат уже на руках, чтобы не ошибиться или, может быть, не потратить его? С какими ошибками, как правило, сталкиваются жители? Главное, нужно помнить о том, что при получении сертификата право на реализацию этих денежных средств возникает по достижении трех лет, с момента рождения ребенка. То есть заявление о реализации по одному из направлений вы можете подать, когда вашему ребенку право в связи с рождением или установлением право на получение денежных средств, которого возникло, уже достигли три года. Соответственно, если ребенок был установлен, то по истечении трех лет с момента усыновления. Соответственно, и не обязательно там в три года вот ребенку исполнилось, сразу же сломя голову вымчаться тратить эти денежные средства. То есть срок подачи заявления о распоряжении, он также законом не установлен, не ограничен. Соответственно, есть время, чтобы подумать и направить эти денежные средства. Вот есть два исключения. Да, пожалуйста. Денежные средства до истечения трех лет они могут быть направлены на погашение займа либо кредита жилищного основного долга процентов либо на внесение первоначального взноса. И также трехгодичный срок не требуется для приобретения специальных средств реабилитации для деток-инвалидов. Ну и не стоит забывать, что если, допустим, программа прекратила свое действие, сертификат также будет действовать. Потому что наверняка вот в связи еще и с этим вопросом жители заблуждаются, верно? Я понимаю. Да, программа, она рассчитана именно на тех лиц, которые уже подали заявление на получение сертификата, то есть которые заявили свое право, числится сейчас в этом реестре, но пока право это не реализовали. В учет всех этих лиц он ведется. Соответственно, сроки реализации программы, они распространяются только на лиц, которые заявили, так скажем, свое право или намерены заявить в связи с рождением второго и последующих детей. Полина Сергеевна, у меня такой еще вопрос. Ситуации жизненные бывают всякие. Если вдруг по какой-то причине сертификат потерян либо испорчен, что делать, чтобы обращаться? Да, случаются такие, конечно, случаи. Необходимо обратиться также в отделение пенсионного фонда. Предусмотрена возможность выдачи дубликата данного документа. Порядок получения аналогичный. То есть с документом, выставляющим личность, вы, соответственно, являетесь в отделении пенсионного фонда, он проверяет наличие вас в реестре и выдают просто дубликат. Переживать не нужно в данном случае. Да, также вопрос от телезрителей. Возможно ли передать сертификат на материнский капитал по наследству? Ну, конечно же, нет. Это право, которое должно быть реализовано в рамках данной семьи. Соответственно, если... Ну, по наследству я бы не передаю. То есть оно должно быть реализовано на детей и на супруга. До какого срока, до какого возраста, что ли, есть какой-то определенный лимит возраста? Если право уже свое заявлено, сертификат получен, все, вы уже право это имеете. Как вы его будете реализовывать, через никакого периода, законодатель вас не ограничивает. Не ограничивает. То есть здесь нет никаких рамок. Время подходит к концу. Осталось буквально несколько минут. Я хочу попросить вас, чтобы вы основные тезисы материнского условия получения сертификата материнского озвучили для наших уважаемых телезрителей. О чем стоит помнить, о чем не стоит забывать. И самое главное, как правильно его оформить. Вы при появлении обстоятельств, которые дают вам право на получение сертификата, вы обращаетесь в отделение пенсионного фонда с соответствующим заявлением на получение сертификата установленного образца. Напомню, он выдается, как правило, на имя матери. Представляется документ, вставляющий личность и свидетельство о рождении либо усыновлении детей. Соответственно, получив данные свидетельства, сертификата, вы уже спокойно можете думать и решать, куда вы эти средства можете направить. Торопиться не стоит. Время есть, подумать можно. И в течение, после течения только трех лет, об этом не нужно забывать, вы можете уже подавать заявление о распоряжении данными денежными средствами. Данное заявление также подается в отделение пенсионного фонда. Также возможно подать его по доверенности, обязательно нотариально удостоверенной. Возможно направить почтовым отправлением подность подписи, засвидетельствовать у нотариуса. И, соответственно, при выборе одного из средств направления, там отдельный перечень документов для каждого случая. Направляется на жилищные условия, либо на образование, либо на копительную часть пенсии матери. Это уже отдельная перечень документов, которые требует предоставить пенсионный фонд. Спасибо большое. И напоследок нашего времени мы примем звонок от телезрителей, который до нас дозвонился. Алло, говорите, мы слушаем вас. Добрый вечер. У меня вопрос такой. Я гражданка России, но нахожусь на племжах Белоруссии. Могу ли я воспользоваться материнским капиталом на постройку дома на территории Белоруссии? Спасибо. Вопрос очень интересный. Так, у нас одна минута полет, поэтому лаконичнее. Законодатель не ограничивает, где будут улучшены ваши условия. Соответственно, если соблюдены правила о гражданстве вашем, как вы сказали, оно у вас есть, и, соответственно, гражданство ваших детей, оно должно быть российское, вы получаете эти секады и приобретаете, соответственно, законодатель не ограничивает, где именно должно быть приобретено имущество. Ну что же, благодарю вас. Наше время программы «Истекло» и, конечно же, спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели прямой эфир программы «Территория права». Телефоны нотариальной палаты, вы видите на экранах, также сайт. Возьмите их себе на заметочку. Ну и, конечно, смотрите программу «Территория права», которая традиционно по понедельникам два раза в месяц выходит в прямом эфире на телеканале «Самара ГИС». И, конечно же, мы ждем всегда ваших вопросов по телефону 202-11-22. Ну а сегодня на ваши вопросы отвечала консультант Нотариальной палаты Самарской области Полина Сергеевна Власова. Благодарю вас за ваши компетентные и профессиональные вопросы, ответы. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»